Багаутинов уволен из UFC Диметриусом Джонсоном и был дисквалифицирован на год. В организме Багаутинова был обнаружен рекомбинантный ретропоэтин. Багаутинов подписал контракт на выступление в UFC в 2013 году. Поражение в бою с Джонсоном стало первым для него в UFC. Всего же на счету россиянина, являющегося двукратным чемпионом мира по боевому самбо, 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел 4 поражения. Хабиб Нурмагомедов. Я являюсь Мэйвезером в ММА. Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в интервью порталу TMZ сравнил себя с известным американским боксером Флойдом Мэйвезером-младшим. «Мэйвезер является одним из величайших боксеров в истории. Я являюсь Мэйвезером в ММА. У меня тоже нет ни одного поражения», рассказал Нурмагомедов в интервью TMZ. На вопрос о том, хотел бы он выйти против Мэйвезера на боксерский ринг, боец ответил, «Если он хочет сразиться со мной, то может выйти против меня в октагон. Я боец ММА, я не боксер. И я не занимаюсь трэш-токингом, как Конор Макгрегор». Хабиб Нурмагомедов «Сделаю все, чтобы обрадовать своих болельщиков на турнире UFC 209». На данный момент спортсмен из РФ тренируется в США, а на своей странице в Инстаграм он выложил следующий пост. «30 дней до боя. Тренировочный процесс идет хорошо, чувствую себя отлично. Получаю очень много сообщений от моих болельщиков, ответить на которые просто невозможно. Большое вам всем спасибо за поддержку на UFC 209. Сделаю все, чтобы обрадовать вас», — написал Нурмагомедов. Лично я очень жду, не дождуясь их боя с Фергюсоном, который состоится 4 марта в рамках турнира UFC 209. Будет очень жарко. Джулиана Пенья. На месте Нунис я бы не думал о боях в другом весе. В преддверии важного для женского легчайшего дивизиона UFC боя с Валентиной Шевченко, Джулиана Пенья положительно оценивает свои шансы в потенциальном бою с чемпионкой Амандой Нунис. «Учитывая, что Кэт Зингана побеждала Нунис, а я доминировала в бою с Кэт, думаю, что я смогу справиться с любой соперницей в этом весе», — сказала Пенья. Недавно Нунис говорила о том, что хотела бы попробовать стать чемпионкой в еще одном весе — полулегком. Первый чемпионский бой полулегкого веса UFC у женщин состоится 11 февраля на UFC 208. Холли Холм встретится с Жармейн Дерандоми. «Думаю, что в легчайшем весе ее все еще ждет сильнейшая конкуренция, о которой она должна подумать, прежде чем переходить в другой вес», — сказала Пенья. «На ее месте я бы хотела вычистить дивизион до того, как думать о переходе в другой вес. Если бы меня на этом месте ждала непобежденная в UFC претендентка, как я сейчас, то я бы хотела проверить свои силы в бою с ней, но если у нее другой настрой, то главное, чтобы вы знали правду». Джулианна утверждает, что она сможет стать следующей главной звездой дивизиона. «Я много думал о своем интервью после боя, и бог даст. После моей победы вас ждет кое-что интересное», — сказала Пенья. Напомним, что поединок Шевченко и Пенья возглавят картью UFC on Fox 23, основная часть которого начнется в 4 утра 29 января по московскому времени. Вы смотрели новости ММА. Мы выходим каждый день, чтобы вы были в курсе самых важных событий.